Сегодня гость нашей студии, человек, имя которого на слуху далеко за пределами нашей республики. Светлана Баташева, врач, гинеколог, эндокринолог, член Международного общества ультразвука в акушерстве и гинекологии, победитель премии «Женщина года» по версии журнала Fashion Beauty в прошлом году в Москве. Ведет приемы в Стамбуле, Дубае, Москве и, конечно же, на своей малой родине, в Карачаево-Черкесии, а также онлайн-прием пациентов по всему миру. Помогла появиться на свет тысячам малышам и всегда на связи со своими пациентами. Кроме того, Светлана является и звездным доктором, к ней обращаются артисты шоу-бизнеса нашей страны. Альбина Курочинова-Кенжева побеседовала с доктором о постковидном иммунитете, о вреде сидячего образа жизни, о женском здоровье и стрессах. Смотрите интервью, а наш выпуск завершен. Светлана, добрый день. Очень приятно, что вы нашли время и пришли на интервью. Сегодня буквально листала новостную ленту и наткнулась на то, что эксперты говорят, что пандемия пройдет к 2024 году. Вот какое у вас мнение, видение на этот счет? Как и чем укреплять иммунитет взрослым и детям? Эти годы последние, они были связаны именно с таким явлением, как ковид. И действительно, слава Богу, что и докторам, и люди, и пациенты в целом, они уже научились с этим жить. Для людей это своего рода такое новое знание открылось, какая-то новая эра в том плане, что нужно заниматься вопросами здоровья все-таки заранее, укреплять свой иммунитет, сдавать анализы элементарные. И люди, и пациенты, они научились разбираться в своих анализах. Это, конечно, огромный плюс, это для меня, в частности, это великая радость. Конечно, много было и смертей, и до сих пор это есть. Но, тем не менее, большая часть, больше процентов людей научились с этим жить. То есть, превентивная медицина здесь дает о себе знать. То есть, заранее уже, так, мне нужно выпить витамин С, а мне нужно проверить вот это. Конечно, это радует, с другой стороны. Как укреплять иммунитет? Самое главное – это состояние нервной системы. Я вот как-то говорила, что не впадать в панику. Иначе, когда мы в такой ситуации, когда переживаем, активно нервная система дает о себе знать, мы просто теряем какие-то основные моменты, порядок, логические действия. Не паниковать. Понимать, что проверить. Обращаться к докторам – это само собой, это естественно, это без этого никак. Но элементарно дома можно обращать внимание на проветривание, обращать внимание на увлажнение комнаты, обращать внимание на еду, которую мы едим. То есть, побольше полезного, побольше питьевого режима, да, следить за питьевым режимом. Это все-таки нюансы, тонкости, которые в конечном итоге нам дают хороший иммунитет в комплексе. Для меня на первом месте это вопрос нервной системы. На втором месте это доктор, который следит за самочувствием своего пациента. Это не обязательно каждый день этим заниматься. Раз в полгода проверять элементарные анализы, раз в год проверять, проходить необходимые УЗИ обследования. В целом, вот такой комплекс. Скажите, пожалуйста, Светлана, как сидячий образ жизни влияет на женское здоровье? Сидячий образ жизни – вопрос непростой. Об этом, конечно, есть очень много и теоретических моментов, и на практике мы это видим. Это застойный процесс в малом тазу, это лимфостаз. То есть, чем хуже кровоток в организме, тем хуже самочувствие человека. А в частности, если брать женский организм, конечно, под фокус попадает непосредственно репродуктивная система. Это нагрузка и на сосуды нижних конечностей. Поэтому сидячий образ жизни, если мы вынуждены сидеть длительное время, мы должны заменять обязательно активной деятельностью. Посидели часик, 15 минут походили. Конечно, это очень важно. И мы сейчас разрабатываем, уже разработали с помощницей, с тренером несколько, скажем так, комплекс упражнений, которые каждая женщина может дома, находясь дома, не выходя, это все делать. И будет такая легкая профилактика застойных процессов. Светлана, еще вот такой вопрос. Правда ли, что бесплодие не приговор в нашем современном мире? Что вы посоветуете? Может быть, как-то окрылите наших зрительниц? Однозначно бесплодие не приговор. В какой-то момент я, наверное, взяла на себя такую смелость, где-то в диалоге у себя в голове, сказала, что нет бесплодия. Если есть хоть одна труба, есть один яичник, есть функционирующий цикл хороший, есть со стороны супруга, со стороны мужчины относительно хороший анализ, то можно добиться беременности, зачатия. Но есть ситуации, когда природа идет против, к сожалению, и это невозможно сделать анатомически, это невозможно, в принципе, сделать уже по возрастным каким-то моментам. Тогда да, мы понимаем, что здесь мы уже изменить ничего не можем. Но у меня девиз однозначно, что бесплодие не приговор. Принято считать, что болезнь 21 века – это стрессы, это депрессия. Как уберечь себя и своих близких от этой напасти. Еще существует послеродовая депрессия. Как с ней быть, как с ней бороться. Нужно обязательно отвлекаться. Возможно, это звучит очень просто, но по-другому никак. То есть нужно находить себе занятия, нужно отвлекать себя приятной работой, хобби. И, возможно, это что-то будет связано с искусством. Кто-то выбирает рисование, просто начинают рисовать. Очень много пациентов, кто приходит и говорит, что, знаете, я начала вышивать. Я никогда этого не делала. Кто-то находит успокоение там, кто-то находит в прогулках, кто-то в спорте, кто-то начинает писать книгу. То есть каждый что-то для себя находит. Но бывает ситуация, когда это связано непосредственно со здоровьем. То есть это вопрос в анализах, вопрос в состоянии органов и систем. Тогда, конечно, нужна обязательно помощь узкого специалиста. И порою плюс психотерапевт нужен. Конечно, таких случаев тоже много. Самое главное, этому человеку не молчать, так ведь? Да. Нужно с кем-то делиться, об этом нужно говорить. Да, не держать это в себе, так как это все можно исправить, это все можно поправить. Но обращаться непосредственно в нужные инстанции, то есть до доктора, дома с кем-то пообщаться. Кто-то с супругом поговорит, ему уже хорошо. Кто-то с мамой поделится, кто-то с подругой. Тут уже все индивидуально. Ну и однозначно, да, не молчать. Светлана, еще такой вопрос. Вот вы, можно сказать, звездный доктор. Вы, да, это так. При этом вы все это так совмещаете ловко. Вы постоянно в перелетах, вы постоянно в движении. Как вам это удается? Немножко не ловко, правда. Ну, я, наверное, обо мне молва пошла, потому что есть пациенты. Вот люди, благодаря которым обо мне узнали, наверное, да. То есть все это благодаря людям. Огромная моя благодарность за доверие каждого человека. Это бесценно. Это я очень ценю. Каждый человек, мы все под Богом, я скажу так. Мы все люди. И это ценно, когда к тебе обратились, и ты можешь хоть в чем-то быть полезным данному человеку. И есть, да, и перелеты. Сейчас, конечно, их поменьше, так как такая ситуация в жизни. Но обучение у меня всегда идут. Сейчас это онлайн-режимы. Но сейчас предстоит все-таки оффлайн-обучение, поездка индивидуальная должна быть. Я жду приглашения. Что касается, откуда я беру энергию, наверное, это вера в Бога. То есть я понимаю, что именно там я нахожу эту энергию. И бывает, что устаешь, и не хочется, и настроения нет, и отвечать иногда не хочется. Но в этот момент что-то вот в голове, знаете, так раз секунду, я понимаю, что нет. Он обратился. Просто вот насколько ты можешь это сделать, обязан просто помочь, ответить. Насколько это в моих силах. Конечно, иногда тяжело физически это успевать, потому что, ну, бывает, что очень много сообщений нужно обработать, комментариев нужно дать, да, много. Но я стараюсь настолько, насколько это у меня получается. Что пожелаете вашим пациентам и нашим телезрителям? Я хочу пожелать любви к себе. Это обязательно. Я хочу пожелать доброты в сердце. Это есть у каждого человека. Но, опять же, со стечением вот этих всех обстоятельств, бывают разные моменты, когда люди обижены, много людей, ну, на то или иное, разные ситуации. Но в любую секунду человек должен помнить, что милость Всевышнего, она безгранична. И в любую секунду, обратившись к Нему, в первую очередь, мы найдем и силы, и энергию, и возможности не забывать быть добрым друг другу. Для меня это очень важный момент. Потому что что мы отдали, мы то и получили. Чем больше любви, доброты, тем больше мы получаем это в ответ. На этом наше интервью подходит к концу. Спасибо, Светлана, что уделили нам ваше драгоценное время. Удачи вам в вашей плодотворной работе.